Первой о проделанной работе за июль отчиталась военная комендатура. Исполняющий обязанности военкома майор Кваранзия доложил, что согласно распорядку дня военнослужащие производят патрулирование Сухумского, Гудаутского и Ачамчирского гарнизонов, а также конвоируют лица, содержащиеся на гауптвахте, в Дранский следственный изолятор и обратно. 16 июля была возобновлена работа гарнизона и гауптвахты, были отремонтированы все камеры. В настоящее время гарнизон и гауптвахты работают в полном объеме. За прошедший месяц содержалось на гарнизон и гауптвахте всего 21 военнослужащих. Из них по подразделению Министерства обороны 18, по другим словам структурам двое, гражданский один. О состоянии боевой готовности в воинских частях за прошедший месяц рассказал начальник управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Бжания. Тренировки по стрельбе и управлению огнем, совместные с российскими военными боевые стрельбы взводов, соревнования на первенство Министерства обороны по волейболу, а также тренировки для командного состава. 10 июля под руководством начальника генерального штаба была проведена командно-штабная тренировка со вторым отдельным мотосилковым батальоном. Анализ проведения командно-штабных учений и тренировок за последние три года показал не очень хорошие показатели. Командирская подготовка не на должном уровне во втором батальоне. Офицеры в часы самостоятельной подготовки не занимаются на совершенствовании своих знаний. Мне, начальникам генерального штаба, была поставлена задача взять под личный контроль проведение командирских занятий. В этом отношении работа ведется. Спланированные занятия будут проводиться. За прошедший июль военнослужащие Абхазской армии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-летию высадки морского десанта в селе Тамыш. 12 июля совместно с российскими коллегами отметили столетие 7-й российской военной базы, а 23 числа приняли участие в праздновании Дня флага Абхазии. 23 июля, День государственного флага, во всех частях на утреннем информировании личный состав слушал информацию. Управление артистической группы совместно с отделом культуры Гулурибского района в части организовали праздничный концерт. Курсанты Сухумского Вогу принимали участие в праздничных мероприятиях, проводимых в столице. Первый батальон посетил праздничный концерт, проводимый в Доме культуры города Гудауты. Насыщенным июль был и для первого отдельного мотострелкового батальона. В начале месяца прошла мобилизационная неделя, затем командирские занятия, боевые стрельбы отделений, проверка состояния вооружения и техники. 5, 12, 19 и 26 каждый четверг были проведены вождения боевых машин. А также уже с разрешением главы администрации есть территории позади части, уже проводим на трассе, вводим боевые машины, готовятся механики-водители. То есть уже более лучше, чем тогда. В завершение собрания министр обороны Мираб Кишмария распорядился усилить контроль за складами боеприпасов и личным составом, особенно за младшими офицерами. Кроме того, министр отдал распоряжение по подготовке к празднованию 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии.